Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня хотела бы поговорить о манипуляторах, которых мы встречаем в нынешнее время практически везде. И в реальной жизни, и в виртуальной жизни. Начать хочу с того, что пару месяцев назад я смотрела видео Ольги Брукман, где она говорит, что она никогда не благодарит своих зрителей, подписчиков за то, что они просматривают ее видео. Я сначала как-то, ну, знаете, не придала никакого значения, думаю, ну, многие, я вот, если честно, тоже не люблю, когда блогер говорит, вот, спасибо, что смотрите меня, спасибо, что включаете мое видео, подписываетесь на канал, ставьте лайки и так далее. Ну, в общем, ну, я не знаю, это как-то, ну, не мое. И, ну, тем не менее, ну, как бы я всегда благодарю людей, которые там уделили мне время и провели его вместе со мной. Как бы это, я считаю, достаточно этично и, ну, не знаю, мне, в принципе, несложно сказать спасибо, поскольку мои зрители тоже мне говорят слова благодарности. Как-то я тогда, вы знаете, даже не придала особого значения, что именно Оля хотела сказать, потому что в ее видео там был рассказ о том, как она готовилась к переезду, и у нее была такая фраза, что я не говорю спасибо, потому что если люди приходят на мой канал, они ищут информацию, и я в своих видео даю им эту информацию, то есть я делаю их работу своими руками. И как бы я, ну, прослушав эту фразу, ну, честное слово скажу, что я, ну, послушала и послушала. Понравилось видео, много чего она сказала достаточно такого интересного, умного, рассудительного. И как бы я пошла, в общем, жить своей жизнью дальше. И через какое-то время я, к чему я все вот это рассказываю, я даже не придала значение тому, что именно Ольга хотела вложить, какой смысл именно вот в это видео и в эту фразу, что есть люди-манипуляторы, которые под тем или иным предлогом заставляют других людей делать их работу. Вот я сейчас к этому подхожу, приходит ко мне письмо, и не письмо, даже комментарий, что женщина или девушка пишет, что подписалась, в общем, на ваш канал только ради того, что вы живете во Франции, что вы снимаете видео о Франции, и что хотела она получить информацию такую-то, такую-то, а ее на канале нет. И что меня интересуют там темы, ну, и начала перечислять там, что нужно для брака, где находится посольство, где там, ну, что, куда, как, беременность как проходит. Ну, в общем, где-то процентов 90 тем, которые были ей востребованы на моем канале, они уже есть, и она, значит, в конце пишет, что зачем же называть канал, что Франция, если вы о Франции вообще ничего не снимаете. Ну, естественно, вот такое, а, и если снимаете, то будьте добры, значит, ссылки мне дайте. Ну, и, короче, первая реакция, ну, человека, вот у меня какая была, как же так я не снимаю, когда и про беременность есть, и про то, как меня оперировали есть, и про то, как диеты тоже есть, и про то, какие блюда, какие цены на лекарства, садики, школы. Ну, в общем, все, что она, визы, тоже про визы был вопрос. Думаю, и про визы рассказала, и про питание рассказала, и про лечение, и про роды, и про беременность, и про лицей, и про колледж, и уже сейчас про вот этот Эколь Матернель уже рассказала. Ну, наверное, все, что можно было рассказать, а она мне говорит, что нету таких, этих самых тем. И вот первая реакция идет у тебя, как бы, ну, не то, что возмущение, а вот такое вот закипает у тебя, что как же человек может так говорить, когда на самом деле все по-другому. И вторая реакция, ты начинаешь искать, потому что вторая манипуляция вот в этом комментарии, это уже такой, знаете, как бы пряник, что если у тебя есть, так дай мне эти темы, о которых я спрашиваю. И я начала сначала искать одну, вторую тему, а потом думаю, господи, что я делаю? Ведь человек явно тобою манипулирует, он тебе, ну, не то, что не нагрубил, но достаточно невежливый комментарий написал в плане того, что у тебя этого нет, а даже сам не удосужился ни открыть плейлисты, ни посмотреть не просто поверхностно там название каких-то влоговых видео или видео о путешествиях, а посмотреть там тот период времени, когда ты снимал видео, поискать самостоятельно ту информацию, которая нужна ему, а не мне. Я уже, как говорится, свою работу сделала. От блогера-то какая задача? Он снимает видео на те темы, которые или интересуют его зрителя, или на те темы, которые интересуют его. Так, так. Он выпускает это видео на платформу YouTube. Так, так. И дальше это уже зрителю решать, что с этими видео делать. Блогер, он абсолютно не обязан ни искать вам эти видео, ни давать на них ссылки, ни отвечать там какими-то, я не знаю, пятистраничными письмами на какие-то ваши вопросы, запросы и так далее. И вот именно в этот момент, когда я поняла, что вот эта женщина, может, она в этот момент сидит в салоне красоты, красит ногти, наращивает ресницы, улучшает свой внешний вид, а я, значит, как дура, сижу возле компьютера и ищу ее информацию, которая ее интересует. И вот тогда я поняла, что спасибо Ольге Брукман за то, что она как бы подняла вот эту тему и вот говорят, учись на чужих ошибках. И когда вот сам ты на эти грабли не наступишь, вот я посмотреть-то посмотрела видео, а выводов-то я не сделала, пока сама не оказалась вот в такой ситуации. И что я еще хотела рассказать тоже мне вот в связи с этим, всем вспомнилась одна моя давняя-давняя приятельница. Ну, она, знаете как, тот еще манипулятор, как бы даже мои приятельницы по Украине по суммам могут это подтвердить, человек, который, знаете, всегда ищет выгоду. И был однажды такой случай, очень прикольный. Она пришла ко мне на работу и принесла какие-то тени, ну, в общем, какой-то фирмы, даже это был не Эйвен, не Арифлейм, а что-то такое, даже я, ну, я не знаю, на рынке, короче, купленные. И она говорит, вот ты знаешь, я проходила мимо, как увидела, ну, это твой цвет, тебе так подойдет. Ну, а все вот эти девчонки, которые со мной работали, они же рядом стоят. И она, значит, расхваливает, ой, так красивая, и ты такая красивая, и ты такая умная, и ты такая замечательная. Ну, в общем, хвала на хвале, и вот она мне, значит, преподносит эти тени, которые, ну, собственно говоря, мне, в принципе, и не нужны были. Я не просила их, ее покупать мне или дарить. Я вообще не знала даже, что она ко мне придет. Ну, и когда, значит, она все вот эти оды хвалебные спела мне, когда она мне всучила эти тени, от которых я отказывалась, и она, ну, что ты, ты меня прям, ну, обидишь, если не возьмешь, прям уже слезы в глазах у человека стоят. И, представляете, в конце она мне говорит, Лили, вот ты, значит, там другой приятельнице сказала, что у тебя такой хороший урожай на малину. Ты не могла бы, ну, нас угостить тоже. Я говорю, да без проблем, конечно, могу. И когда я, значит, через неделю поехала на дачу, собрала эту малину, привожу малину, и она, значит, приходит, ну, мы договорились, что она подойдет ко мне. Вы знаете, она приходит с шестилитровым ведром. Человек, вот вы знаете как, он, а у меня и шестилитрового ведра, в принципе, той малины не набралось. Человек, он все уже запрограммировал, что вот он придет, на людях меня похвалит. Она, значит, принесет эти тени за две копейки, которые мне сто лет не нужны, но она после этого, как бы, а потом-то мне уже не выгодно будет, вернее, как мне, я уже не смогу отказать ей, что вот ты же мне тени подарила, и так хорошо обо мне отзывалась в кругу моих коллег, и как я откажу от вот этой вот малины. Хотя, если бы я даже продала это ведро малины, то я бы могла, ну, наверное, штук 20 таких теней купить, если не больше. И когда она увидела, что у этой малины мало, она говорит, ну, ладно, я вот это вот возьму, потому что там, ну, не было шести литров этого ведра, и говорит, в следующий раз я тогда еще подойду. И вы знаете, я как вот дурочка вот стою, и вот так челюсть отпала, но сейчас бы я сказала, знаешь что, дорогая, вот в твое ведро, забирай туда свои комплименты, забирай свои тени и иди во своясь. А тогда вот, вы знаете, человек пришел, забрал вот это моё маленькое ведерко с малинкой и ушел. Конечно, когда она второй раз пришла, я уже, ну, пусть и дура, но не совсем же ж полная, сказала, что, знаешь, малины больше нету. И она с таким, этим самым, что вот как же так, вот она ко мне со всей душой, а я, значит, за малиной не поехала. Так что вот есть вот такие люди, которые они вот свою манипуляцию уже продумывают заранее и тебя подводят в такую ситуацию, когда ты, ну, тебе очень неловко сказать нет. И, ну, как правило, такие люди, они считают, что они умнее других, и что они могут использовать всех и вся. Вот это тоже вот скажу так, одна из причин, почему я через Ютуб не знакомлюсь с вновь прибывшими во Францию. Я знаю, что на меня очень многие обижаются, поскольку я получаю очень много писем с предложениями такой дружбы, ну, как это сказать, в кавычках искренней. Поскольку приходят такие сообщения, что в личную почту, что на мой имейл, я смотрю твой канал, я люблю твой канал, я люблю твой голос, я тебе лайки ставлю, я тебе, значит, подписан на тебя и так далее, и так далее. Ну, в общем, шапка, заголовок вот такой вот, что тебя искренне любят, и поэтому ты должна мне перевести какой-то текст, отвезти меня, дать свой номер телефона или приехать там в кафе в ними во столько-то, во столько-то, потому что ей нужно, чтобы её отвели к стоматологу, чтобы я написала рекомендационное письмо или там отвела к инструктору в автошколу. Ну, в общем, понимаете, люди хотят со мной дружить не со мной, потому что я просто Лиля, и не из-за того, что там мы подходим по каким-то критериям, по возрасту или по характеру, или по каким-то увлечениям, а люди хотят со мной дружить из-за того, что им нужна та или иная информация, та или иная услуга. И если я, ну, как-то вначале ещё откликивалась на вот эти вот письма, то сейчас я хочу сказать вам, девочки, во-первых, что ни я, ни кто-либо другой вам ничего не должен. Я вас во Францию не звала, и замуж за вашего мужа я вас не отдавала. И я думаю, что если вы приехали сюда, то вы должны обращаться за тем, как называется мука, как перевести муку, не к Лиле, а к мужу, или хотя бы к переводчику Google. Это первое. Второе. Если вы думаете, что вы, приехав сюда без языка, и французы будут учить ваш русский или украинский язык, а не вы их французский, потому что это вы приехали в их страну, то вы глубоко ошибаетесь. Французы не будут учить ваш язык. Если вы не будете ходить на курсы, если вы не захотите быть самостоятельной, а вечно вот так вот будете искать няню в лице Лилии, или Оли, или Тани, или ещё кого-то, надеясь на то, что вам должны здесь помочь. Вы поймите, вас здесь никто не ждал. Ни я, ни Таня, ни Вася, но никто. Это ваша жизнь, и вы самостоятельно приняли это решение. Вы самостоятельно сюда приехали. Так станьте же уже взрослыми девочками и поймите, что, во-первых, нужно рассчитывать только на самого себя. Во-вторых, если вы просите помощи, то хотя бы делайте это деликатно, а не так, что если я ответила, что я по той-то или той-то причине достаточно важной, я не могу ни дать свой телефон, ни приехать в кафе и получать ответ на это, что как же так, вот ты уже устроилась, и ты должна помогать соотечественникам. А если у меня нет времени помогать соотечественникам? Вы поймите, у каждого уже здесь, как установившегося эмигранта, есть своя жизнь, есть свои заботы. Кто-то работает, кто-то детей растет, кто-то болен, кто-то просто-напросто занят чем-то другим, кроме того, как бежать к человеку, которого ты ни разу в жизни не видел, которого даже фотографии не видел никогда, и ты должен бежать и писать ему рекомендационное письмо или переводить что-то, или, ну я не знаю, вообще такие иногда смешные просьбы поступают, там, Лиля, а как перевести слово «мука»? Ёлки-палки, девочки, ну Google же существует, ну переведите слово «мука», ну переведите слово «веник», ну переведите слово там какое-то, ну я не знаю, ну честное слово, ну как вот так вот приехать и ждать сказки какой-то, снимите ваши эти розовые очки, о чем вы думали, когда вы принимали столь серьезное решение о переезде. Ладно, скажем, пока-пока всем манипуляторам. Если человек ко мне обращается, действительно хочет со мной общаться, действительно хочет со мной дружить искренне, а не ради какого-то там заветного адреса, телефона или перевода, я всегда найду время, я всегда отвечу, и время найду и для встречи, и для разговора в скайпе, но если дружба такая, ну в одностороннем порядке, то скажу честно, ко мне с такими просьбами лучше не обращаться. Все, дорогие мои, спасибо за потраченное время, спасибо, что вы уделили его мне, а не книжке, телевизору или еще чему-то. Надеюсь, да, ну надеюсь, не надеюсь, если кого-то обидело, значит обидело, значит заслужили, если кто-то чего-то не понял, не моя вина, но всем моим хорошим, адекватным и добрым зрителям я говорю до свидания, до следующего видео и до новых встреч на моем канале, пока-пока.